Добрый день, дамы и господа. Прежде всего, я хочу поблагодарить профессора Владимира Семиглазова за такое представление и оргкомитет за приглашение на этот важнейший форум по онкологии. Если мы посмотрим на изменяющиеся парадигмы в лечении ракомолочной РМЖ, мы видим два основных изменения. Первое – это Халстед высказал гипотезу, что локорегиональные заболевания, а Фишер, в свою очередь, рассказал нам о том, что РМЖ – это системное заболевание, и системная химиотерапия, безусловно, необходима применить к этому заболеванию. После 2000-х мы узнали, что РМЖ – это еще и гетерогенное заболевание, и требуется персонализированный подход к выбору терапии и совместная работа мультисциплинарной команды онкологов и лучевых терапевтов, хирургов необходима. Кроме того, дальнейшая эволюция предложила нам следующее изменение. Мы видели, что хирурги, они, конечно же, вносят очень серьезный вклад в лечение пациенток с РМЖ в сочетании с остальными модальностями лечения. После того, как радикальная мастектомия Хальстеда, вы видите, была предложена, потом доктор Фишер, Урбан, они сказали, что уровень первой и третьей узлов, и требуется акселярная резекция, и было принято, что стандартом выбора является то, что потому что при нулевом подходе. Какова же важность исследования в подмышечной области? Это самый важный прогностический фактор и наиболее важный прогностический фактор. Кроме того, диссекция увеличивает выживаемость и, кроме того, дает локорегиональный контроль. Но, кроме того, это сопряжено с определенной морбидностью лимфодемии, которое встречается в 20-40% случаев, кроме того, они менее и так далее, и так далее. Кроме того, неблагоприятные косметические исходы лечения, ограничения подвижности, например, плеча, и, кроме того, негативно влияет на качество жизни. Итак, что можно сегодня говорить об акселярной области? Это уже сегодня не самый важный прогностический фактор. Есть биомаркеры, молекулярные опухоли, которые демонстрируют нам важность этого заболевания, прогнозирования заболеваний. И акселярный является прогностическим фактором, но не самым важным уже сегодня является. И, конечно же, мы, соответственно, принимаем диссекцию акселярной области с частотой, что влияет, скажем, на общую выживаемость. И можно сказать, что всё-таки исходный контроль морбидности наблюдается. И что же мы можем сказать о завтрашнем дне? Никакой хирургии, молочной железы и акселярной области у пациентов, у которых подтверждён полный патологический ответ на лечение и неодевантную химиотерапию. И, фактически, вот это, наверное, ждёт нас в будущем. Мы стремимся деэскалировать первичное хирургическое вмешательство в акселярной области. Утверждается, что таковые хирургические вмешательства не всегда содействуют улучшению выживаемости. Большинство пациентов с клинически нулевым раком молочной железы получают химиотерапию в независимости от возраста и статуса ГРС. Биопсия контрольных узлов позволяет значительно снизить уровень лимфатического лимфедема, лимфатического отёка. В тех случаях, когда пациенты получают радиотерапию в акселярной области, данный показатель ещё ниже. Основными целями оценки лимфатических узлов является обеспечением регионального контроля в акселярной области и лучшие прогнозы развития заболевания впоследствии. Пациенты, получающие неодиеватную химиотерапию, как известно, характеризуются снижением потребностей в диссекции акселярных лимфатических узлов. Региональные рецидивы фиксируются у менее чем 2% пациентов данной популяции. Биопсия контрольных лимфатических узлов является стандартной практикой в данной группе пациентов. Что касается введения пациентов, получающих неодиеватную химиотерапию, мы знаем, что увеличение, расширение использования неодиеватной терапии приводит к увеличению патоморфоза у пациентов с узелопозитивной патологией. В мета-анализе, выполненном Марковичем и Минкевичем и опубликованном в текущем году, приводятся данные об уровне патоморфологического ответа у пациентов с люминальными другими формами рака. Патоморфологический ответ достигается у 5-9% пациентов с люминальными типами рака и у 17-33% пациентов с молекулярными формами рака. Уровень конверсии лимфатических узлов значимо выше у пациентов с гердопозитивным раком. И 45-50% составляет данный уровень для пациентов с тройным негативным ведом рака. Проводилось исследование Кэтрин и исследование Крейт-Икс, который демонстрирует, что у пациентов с остаточной опухолью капицитабин и позволяет добиться довольно значительных интересных результатов. Перед нами картина полного патологического ответа, полного патоморфологического ответа у пациентов на фоне неодивантной терапии. И изображение остаточной опухоли после неодивантной терапии. Разрешусь я вас ознакомить с клиническим случаем. 30-летняя пациентка, которая попадает к нам на лечение с тройным негативным раком молочной железы. 3-сантиметровая опухоль, 2-сантиметровый лимфатический узел, который прощупывается в правоподмышечной впадине. Пациентка получает неодивантную терапию. 4 цикла АЦ. Полный клинический, полный патоморфологический ответ был достигнут. Клинический ответ. Скажите, пожалуйста, что вы порекомендуете данной пациентке? Вот у нас есть несколько вариантов ответов. Мне хотелось бы спросить вас, вы бы стали рекомендовать диссекцию лимфатических узлов? Если бы стали, то поднимите руки. То есть диссекцию проводить никто не собирается в самом начале. Вы бы стали порекомендовать биопсию? Стали рекомендовать биопсию? Да. При отрицательных результатах биопсии вы бы стали рекомендовать диссекцию или нет? Некоторые хирурги действительно выбирают данный метод лечения. Другие предпочитают не выполнять диссекцию. Таким образом, отсутствует консенсус по поводу того, нуждаются ли пациенты с полным клиническим ответом на неодеватную терапию в диссекции лимфатических узлов подмышечной области. Ряд исследований демонстрируют, что радикальная мастектомия не даёт никаких преимуществ по сравнению с менее обширными хирургическими вмешательствами. И адресная целевая терапия направлена на органосбережение у пациентов данной группы. Таким образом, необходимо проводить идентификацию остаточной нагрузки. У пациентов данная группа. В исследовании, которое было проведено в 2010 году. В исследовании, которое было проведено в клинической ангероидной терапии. Это также высокая в Аказоксе XI, XI и XI. Это 8.4% в Сентинал-Нод-5-нидин-аспирисин-сотологист-неоджеван-чемотерапии. Это 14.2% в Сентинал-ноджеване. Это высокая и не доступна. В нашем исследовании... Многие пациенты с раком молочной железы получали неодевантную терапию. Им выполнялась диссекция подмышечных лимфатических узлов. Уровень выявляемости составлял 92%. 13,7% лошаднегативных результатов. Лошаднегативные результаты были ассоциированы с мультифокальным или мультицентровой многоочеруговой опухолью. Консервативные хирурги полагают, что диссекция акселерных лимфатических узлов должна представлять собой стандарт лечения для пациентов с... раком груди в случае, если процесс отрагивает лимфатические узлы. Биопсия контрольных узлов действительно затрудняет принятие решения у назначения дьюфантной терапии, а это может сказаться на уровне выживаемости. Таким образом, отсутствуют доказательства первого уровня, которые поддерживали бы включение в рутину данного вида медицинских манипуляций у пациентов этой группы. Таким образом, стремясь снизить количество ложно-негативных результатов, патологи опираются на результаты иммуногистохимии, и при использовании данной техники положительный лимфатический узел клипируется, и диссекция клипированного узла позволяет снизить ложно-негативные результаты до 2%. Это так называемая целевая акселерная диссекция. Процедуры МАРИ позволяют снизить ложно-отрицательных результатов до 7%. Перед вами данные проспективного клинического исследования с участием 98 пациентов с раком груди в стадии от 1 до 4. выявляемость составляла 97,8%. Количество ложно-негативных результатов составляло 4,2%. Таким образом, снижение ложно-отрицательных результатов, конечно, внушает нам очень смелые надежды. Однако эти данные должны интерпретироваться с большой осторожностью, потому что, во-первых, данные исследования основаны на очень небольших, очень ограниченных когортах. Во-вторых, время заболевания и субтип заболевания могут также играть свою роль в плане точности таргетированной целевой диагностики. И, кроме того, нам необходимы мультицентровые проспективные исследования для того, чтобы добиться приемлемой точности целевой акселерной диссекции. Что касается того клинического случая, о котором мы говорили, некоторые хирурги направили бы нашу пациентку на диссекцию, другие бы не согласились с этим решением. Данные основаны на результатах рандомизированного клинического исследования. В рамках этого исследования были получены результаты, демонстрирующие, что консервация акселерной области после неодевантной терапии ассоциирована с хорошим уровнем ответа. Таким образом, существует консенсус относительно того, что после неодевантной терапии пациентам как правило показано дополнительное лечение акселерных лимфатических условий. И существуют новые методы, которые позволяют снизить уровень ложно-негативных результатов до 2-7%, в частности, использование радиоиодистого сида, клепирования. Лимфатические условия, из которых были получены биоптаты, должны маркироваться. И это необходимо для того, чтобы снизить уровень ложно-негативных результатов. Таким образом, другие хирурги направили бы нашу пациентку на дополнительное лечение и позволили бы избежать неношного хирургического вмешательства. Если у пациентки клинически положительные акселерные лимфатические условия, то в случае полного патоморфологического ответа при негативном результате заключения могут быть довольно противоречивыми, потому что лечение должно зависеть от ответа на неодевантную терапию, а также должно определяться результатами кортирования времени заболевания. Что касается клинически негативных результатов, то может быть в случае примарного хирургического вмешательства, первичного хирургического вмешательства и отрицательных результатов биопсии может быть показано дополнительное лечение и после проведения пациентом неодевантной терапии при условии клинической негативности лимфатических узлов подложечных пазина выполняете биопсию и дальше у нас возникает возможность диссекции контрольных лимфатических узлов. Таким образом, более широкое применение неодевантной терапии привело к тому, что хирурги и радиоонкологи чаще сталкиваются с женщинами, у которых патологический процесс затрагивает лимфатические узлы и одновременно с этим у которых наблюдается клинический ответ. В своей деятельности мы должны стремиться к максимизации контроля заболевания и к максимальному снижению токсичности связанной с лечением. РМЖ сообщество все еще рассматривает и ищет оптимальный хирургический подход к акселярной области у этих пациентов и также рассматривает оптимальный подход к применению лучевой терапии и продолжаются исследования которые собираются все больше и больше доказательных данных. Я хочу еще раз поблагодарить вас за приглашение за то что вы слушали меня и приглашаю вас в Истамбул это Босфор очень красивый город а вот это наш основатель Мустафа Кемаль Ататюрк он был большим другом России и он приезжал в такой прекрасный город Петербург погода была хорошая я надеюсь что вы тоже приедете в Истамбул и посетите нашу прекрасную страну спасибо вам за ваше внимание субтитры и субтитры